Здравствуйте! Сегодня гостями прямого эфира «Блокнот Воронеж» стали лидер команды «Дикие медведи» ВГТУ Кирилл Мартынов и президент Воронежской студенческой лиги «Черноземья» Игорь Кривоносов. Давайте начнем с того, как вообще появилась команда студенческая, именно первая в нашем городе. Идея с чего пошла? Идея пошла со следующего. У меня дети занимаются хоккеем. Одному 10 лет исполнилось недавно, другому 14 лет. Я понимаю, что дети прозанимаются, грубо говоря, большую часть сознательной жизни, когда придет время выпускаться из дешор, и шансы очень маленькие, что они будут заниматься профессиональным, продолжат профессиональную карьеру. Соответственно, прозанимавшись столько лет, я понимаю, что они без хоккея жить не смогут, как и, в принципе, любой нормальный человек, он не может жить без активного образа жизни. Соответственно, мы с коллегами это обсуждали, с друзьями. Ну и предложил идею, была сформирована идея, сама концепция Игоря Декана. У него как раз сын в то время занимался хоккеем в Канаде, учился и занимался хоккеем. То есть он учился в колледже и занимался хоккеем. Поэтому мы решили эту идею на нашу Ниву приобщить, скажем так. И оказалось, что когда мы начали просто изучать, что, оказывается, в России к этому времени создано порядка 110 команд студенческих. Ну мы думали, почему Воронеже, чем хуже Воронеж, почему мы должны быть хуже, мы должны быть не хуже, а как минимум так же или же, возможно, в чем-то даже и лучше. Вот. И соответственно, мы создали лигу. Кстати, мы уже вот сейчас первого числа. Получается, мы отмечаем годовщину создания лиги и команды Дикие Медведи. То есть команде ГОД. Да, команде ГОД. Как раз у нас 1 декабря получается Всероссийский день хоккея. И у нас мы можем одновременно отмечать два праздника. Годовщина команды и Всероссийский день хоккея. Специально так подгадывали? Нет, это чисто случайно получилось. Просто совпадение, как говорится, совпадение. А команде расскажите, сколько человек сейчас тренируются? Значит, сейчас у нас команде больше 30 человек. Ребята сейчас тоже подходят. То есть не все знали до этого момента о том, что есть такая возможность, ребята подходят. Как бы команда, состав увеличивается. Значит, соответственно, подходят ребята какие-то лучше, какие-то худшие. Но в целом идет хорошее формирование команды. Конечно же, хотелось сразу отметить, что без поддержки и участия ректора ВГТУ Колодяжина Сергея Александровича мы бы вообще топтались бы на месте. То есть он дал возможность нам сразу себе громко заявить. Можно сказать, что очень громко. То есть мы только когда создали, нам предоставили возможность сразу командой ВГТУ поехать на международный турнир. В Китай мы ездили. На Новый год. Да, мы прям сразу поехали на Новый год только сформированной командой. Значит, поехали на международный турнир. Как говорится, мы смогли осуществить сразу в одном пакете две самые большие мечты хоккеиста. То есть поехать на международный турнир и сыграть с канадцами. Мы с канадцами играем два раза. Конечно, ребят, там канадцы университета, они чуть-чуть оказались посильнее нас. То есть у них как бы уровень, ну скажем так, уровень ВХЛ. Да. Серьезно можно сказать, профессиональные студенты. Ну, у них это уже тема очень сильно развита. У них студенческий хоккей очень сильно развит. Мы должны их догнать и перегнать. Так, как турнир-то завершился в Китае? Второе место. То есть после канадцев? Да, после канадцев мы с ними в отборе играли и в финале с ними играли. А с кем еще встречались? С китайцами встречались. Значит, встречались с Дальневосточным университетом. Встречались и шведы, и финны были у нас. Значит, всех мы одолели. Вот только с канадцами не могли справиться. А в команде все студенты вы готовы? Значит, нет, не все. Значит, ну, опять же, колодежно он позволил несколько человек, чтобы они занимались, ребята, из других университетов, из других институтов. То есть, ну, опять же, по положению студенческой хоккейной лиги России для участия в первенстве России, а с этого года мы уже принимаем участие в первенстве России в дивизионе Бакалавр. Ну, это можно так примерно поставить, как первая лига примерно. Значит, позволено, чтобы принимало участие в первенстве шесть человек из других вузов. То есть, ну, как бы, мы соответствуем всему. Вопрос к игроку, как раз защитнику нашему. Расскажи, занимался до этого хоккеем? Может быть, университет как раз выбрал поэтому, что появилось хоккейная команда? Ну, к это тоже относится. Я играл в МХЛ в Россише. Получил травму. И, ну, не знал, что делать уже. Как бы, с травмой нельзя играть профессионально. Не знал, что делать. Вот ребята позвали в лигу поиграть студенческой тренировки. Приходи, попробуешь. Я вот пришел, понравилось. Коллектив дружный, как бы, знакомый уже давно всем. И так вот и играли. И институт за это выбирал. А если уровень сравнить с МХЛ и студенческой лиги, как сопостройщик? Ну, пониже. В студенческой лиге, ну, ненамного. Просто... Ну, а люди вообще пойдут выбирать вуз из-за хоккея? Вполне возможно, да. Кто пойдет, будет знать. Это какой-то плюс, определенно. Да, какие привилегии будут. Конечно же, из-за этого могут пойти. А в перспективах какие-то, может быть, ВГУ там, вообще собирается открыть? ВГУ, да. ВГУ, как бы, в планах есть. Как бы, тем более, у нас есть информация, что ректор ВГУ к этому тоже благословно относится. Ну, как бы, здоровый образ жизни. Молодежь, чтобы занималась не какими-то глупостями, а занимались любимым делом. Тем более, у нас практически сейчас каждый год опускается, здесь шор, порядка 25-30 человек. Это, как бы, большая цифра. Вот представьте, пять лет, допустим, студенческих, да, это в дивизионе бакалавр. Это 150 человек. Из них какая-то часть идет в молодежку, какая-то это часть, ну, сколько, ну, 20 человек. А остальных 130 чем занимаются? Ну, конечно. Конечно, многие ребята, они пытаются себя найти в ночной хоккейной лиге, но там нужно платить свои деньги. Не у каждого есть такие возможности. Ну, это, наверное, больше для возрастных, скорее, игроков. Ну, там разные, как бы, есть тоже. В некоторых категориях допускается участие пять человек студентов, пять человек выпускников школы, спортивной школы. То есть, как бы, скорее, это для возрастных, правильно, но также в некоторых категориях допускается участие студентов, ну, ребят, выпускников в диршор. У нас интервью было с Ильей Абербухом, фигуристом прославленным. Он сетовал то, что в Воронеже очень мало катков. Вы где именно тренируетесь? В настоящее время мы тренируемся в Северном Сиянии. По поводу катков хотелось, конечно, выразить благодарность и восхищение частным инвесторам. То, что построили Лукьянов Сергей Владимирович, построил каток в Ямном. И, конечно же, замечательный дворец построил Трубецкой. Александр Николаевич, в Северном районе, Арена Север. Это великолепное вложение в будущее молодежи, в будущее нашего народа. Я считаю, это люди, и им надо восхищаться. А сколько вообще, как вы считаете, нужно еще в арен, чтобы массовость такую большую приобретать в спорт в Воронеже? Значит, при том, что катки построены, два дополнительных катка в Воронеже, я хочу обратить внимание, что они уже полностью заняты. То есть время расписано с утра и до позднего вечера. Это говорит о популярности ледовых видов спорта. Ну, как мы с вами понимаем, что такое ледовые виды спорта? Ну, прежде всего, когда родители отдают своих детей заниматься ледовыми видами спорта, они понимают, что эти виды спорта вырабатывают у детей такие качества, как дисциплина, сила воли. То есть, представляете, вот ребенок приходит маленький, он каждый день упал, встал, упал, встал, у них уже вырабатывается отсутствие боязни падать. Что в физическом смысле, что по жизни. Потому что он, ну, понятно, девочкам фигурное катание преимущественно. Я тоже смотрю на этих крох, которые маленькие приходят, приходят девочки фигурное катание, они эти маленькие девочки катаются, падают. И думаю, надо иметь мужество, я говорю о девочках, чтобы продолжать заниматься этим красивым, сильным видом спорта. Так, вот вопрос от зрителей. Как присоединиться к вашей команде? Какая подготовка нужна? То есть, как проходит отбор? Ну, у нас, значит, в команде есть не только, скажем так, профессиональные ребята, те, кто всю жизнь занимался дюшор, также есть несколько человек, которые пришли и впервые стали на коньки. Ну, понятно, что они в играх такого уровня, как Перинеста России, не участвуют, потому что там нужна подготовка серьезная. Вот, ну, а так не вопрос. То есть, можно приходить и заниматься. И студентом вы готовы не обязательно быть? Не обязательно. Понятно. Чем больше студентов будет с других вузов, тем быстрее мы сможем в каждом вузе создать студенческую команду. Расскажите, как прошел первый тур СХЛ? Первый тур прошел замечательно. Выехали мы в Тулу. Значит, Тула встречала первый тур региона центра в нашей подгруппе. Было четыре команды. Команда Ростова, команда Волгограда, наша команда, соответственно, и команда хозяев Тульская команда. Первая игра мы сыграли 5-3 с Ростовом. Выиграли. Вторую игру мы выиграли у Волгограда 9-0, насколько я помню. С Волгоградом часто такое случается, мне кажется. Да, ну, в Волгограде все-таки школа хоккея чуть-чуть послабее, чем у нас. Вот, и, значит, соответственно, играли, назовем это, в финале с Туляками. Ну, понятно, что они, ну, школа хоккея в Туле чуть-чуть в последнее время как бы сдала свои позиции, но в основном у них ребята играют это в Подмосковье. То есть назовем это школа хоккея московская. То есть такая сборная советочка, да? Ну, они учатся в Туле. Соответственно, она не то чтобы как бы сборная советочка, я имею в виду о том, что уровень школы хороший. Потому что московская школа хоккея как бы у нас одна из лучших в России. Как бы, да. Ну, вот. Соответственно, игра была достаточно тяжелая с ними. Вот, но хочу сказать, что мы, наша команда по игре имела преимущество. Ну, домашняя игра у Тулеков там как бы судейство чуть-чуть там местами. В итоге, в итоге мы проиграли. Ну, с маленьким перевесом они выиграли у нас. Как бы счет был 4-3. До последних двух минут был счет 3-3. Значит, потом счет 4-3. Ну, вратаря сняли попытки сравнять счет. Значит, ну, нам закинули в пустые врата. В целом, я считаю, второе место по итогу опературы. Это хорошо. А в Воронеже пройдет какой-то история? Да, да. В феврале месяце у нас, значит, достигнут договоренности с руководством Катка, значит, с руководством ВГТУ, с Сергеем Александровичем Таладяжным, о том, что мы будем встречать и проводить второй тур Воронежа. То есть мы ждем в феврале месяце 22, 23, 24 февраля тур первенства России, второй тур первенства России, это впервые будет, хочу отметить, Воронежа. Значит, приглашаем всех обязательно посетить, тем более это будет праздник 23 февраля. Это будет очень интересно, как бы народ, болельщики будут не заняты, я думаю, большинство в своем, как бы это праздничный день, поэтому есть возможность посетить 22, 23, 24 февраля. А где и какие команды приедут? Значит, команды приедут те же самые, это у нас будет второй тур. По итогу этого второго тура две команды выходят на, значит, на подгруппу, на северную подгруппу, там, московские, ярославские команды, ну, там, надо посмотреть, как бы, там тоже две команды выходят, мы играем третий тур, получается, и по итогу этого тура две команды играют в финале. Уже будут играть в финале. Поделете реванш в туру? Ну, мы в этом должны быть уверены. Ну, вы в этом уверены? Конечно. Команда-то укрепляется и не становится. Ну, тем более на своем поле. Все прекрасно. БТВ, может быть, немножко не в тему вопрос, но все-таки женская хоккейная команда. Есть в Оронжи и как относитесь вообще к женской? Женская хоккейная команда есть, Ника БТР называется. Грозное название. Грозное название, да. Да, мы, я являюсь уже одним из создателей этой команды. Мы создавали эту команду. Ну, и расскажите, сколько девушек занималось? Значит, в прошлом году составом был порядка 40 человек. Значит, мы им полностью экипировку за наш счет, полностью предоставляли, значит, тренера им за наш счет, лед за наш счет, майки, то есть все было за наш счет. Так, и расскажите, вот тогда, кто оплачивает полностью диких-медведицев, да, покупает форму, все-таки это все дорого? Не, ну, форма это пока находится, да, пока находится в стадии, пока каждый сам. То, что, ну, все занимаются, как бы у всех все есть. Вот, ну, значит, клюшечки там, мы уже там ребятам некоторые первые покупали. Ну, понятно, что тренировки, это все за счет лиги, за счет команд, за счет университета. Значит, выезды, соответственно, все эти тоже, значит, за счет университета. А как считаете, сколько нужно времени, чтобы приблизиться к уровню Северной Америки по студенческому спорту? Чтобы телевидение, может быть, заинтересовалось? Нам? Или в целом в России? Ну, в России, да. Давай. Значит, у нас есть два дивизиона, дивизион Бакалавр, в котором мы играем, в котором порядка 100 команд в России. И дивизион Магистр. Дивизион Магистр – это уровень ВХЛ. То есть, значит, это, вот, например, у нас самые близкие команды к нам – это команда Тамбовского государственного университета имени Державина. Команда так и называется – Держава. То есть, глава администрации Тамбовской области, ректор университета, они очень, как бы, ну, можно сказать, хорошо, без слов, это фанаты, хоккея, фанаты здорового образа жизни, фанаты того, чтобы молодежь занималась спортом. Ну, и, соответственно, это, как бы, общий такой… Представляете, у них там на трибунах приходит по 800-1000 человек болельщиков на игры. Да, мы к этому уровню стремимся, и я думаю, мы должны достичь этого уровня. А за вас сколько приходит по болельщикам? Ну, пока не очень много. Вот у нас была игра, у нас примерно порядка 70 человек было болельщиков у нас болело. Тут, наверное, знакомые, друзья, больше, да, спортсменов? Да, 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 это родственники в основном. Ну, кто самые лучшие болельщики – это мамы, папы, друзья, невесты, соответственно. Хочу объявить, что мы планируем в ближайшем времени создать фан-клуб нашей команды, в который будут приглашены родители, друзья, девушки. Ну, и как бы все, кто в дальнейшем планирует тоже, что их дети будут заниматься в студенческой лиге. А как в целом оценивать развитие юношеского студенческого спорта в Воронеже? Мне трудно сказать за весь спорт. Я могу ответить за свой участок, которым я занимаюсь. Я вижу, что мы двигаемся поступать наверх. То есть мы двигаемся, то есть команда только создана год, как создана Воронежская студенческая хоккейная лига. Мы, однако, уже очень, как я уже говорил, мы очень быстро стартанули, очень хорошо стартанули. То есть в международный турнир выехали. Потом, значит, зиму, весну мы также играли, тренировались. Ну и сейчас начали сезон также тренировками и играми, и уже играем на первенстве России. То есть, как бы, это хорошее развитие, я считаю. А средний возраст какой игроков сейчас? 20-21. И, может быть, есть какие-то звезды у вас в команде? Коралл БМХЛ человек, достаточно серьезный уровень. Может быть, приходят ребята, также после этого, да, они могут заниматься профессионально, то есть могли попасть в тоже КХЛ, да? Значит, я как хочу сказать. Во-первых, в целом они все у нас звезды. Потому что они занимаются, отдаются самоотдачей этому. Это самое главное. Это раз. Конечно, есть ребята, которые выделяются, которые были опытные, которые уже там участвовали во всевозможных большом количестве игр и турниров. Ну, конечно же, я думаю, что Кирилл у нас в ближайшее время станет звездой. Вот. Но я хочу выделить как раз вот то, что не пришел в наш вратарь, Илья Быков. Он очень хороший вратарь. И я думаю, что если бы не его учеба, он сейчас в аспиратуру поступил, если бы не учеба активная, то он бы, возможно, играл бы где-то в командах, в профессиональных командах, то есть в качестве вратаря. Также много ребят, которые хорошего уровня. У нас Дима Соколов очень хороший нападающий. Значит, фамилии какие еще? Кожевников, тоже игровой МХЛ. Да, да, тоже Кожевников. Ну, сейчас прям можно достать весь список и всех их прочитать, и все они молодцы. Давайте перейдем к профессиональному спорту. Расскажи, Кирилл, ты, может быть, хотелось бы поиграть за Буран, и как вообще оцениваешь команду? Команда хорошая. Много хороших игроков, воспитанники, есть воронежские воспитанники. Буран пережил трудные моменты, сейчас у них были. Но в целом они набираются сил и идут вперед своей цели. Главное, чтобы они сейчас побеждали. Ну, последние игры показывают, в принципе, игра-то налаживается. Возвращаются игроки, да, насколько я знаю? Да, Данила Акиншин вернулся, в «Соколе» играл, воспитанник воронежский. Сейчас опять приехал, даже в Буран. Ну, то есть, ты думаешь, возвращается, потому что нужен реальной команде? Конечно, нужен. Конечно, нужен. Данила нужен. Хороший игрок, ответственный. Приедет и поможет команде выиграть. Очень ответственный, да. И от вас бы хотелось, да, про Буран, пару слов услышать. Про Буран. Очень хотелось бы, чтобы Буран перестал проигрывать, а начал выигрывать. Хотелось бы, чтобы, значит, Буран занялся тоже, обратил внимание на селекцию. Из своей школы, которая у нас, вот, Диршор, в юбилейном базируется, потому что много очень хороших игроков, чтобы они обращали на них внимание и каким-то образом привлекали. Значит, понятно, что там идет по нарастающей юниорке, молодежке, а потом Буран, либо, может быть, ну, это как бы их задача, у них есть какое-то видение. Я надеюсь, что сейчас с новым руководством, которое появилось у нас в Буране, значит, в Федерации хоккея, я надеюсь, что сейчас у нас будут очень хорошие изменения. Тем более, там, как бы, люди ответственные пришли к руководству. Значит, я надеюсь очень на это. Так, каковы шансы, то, что из студенческой лиги будут приходить игроки, ну, в тот же Буран, например, да? Вот из детьих медведей попадет человек потом. Я затрудняюсь это оценить цифрами, но я думаю, шанс такой есть, если на это будут обращать внимание. Если будут заниматься лекцией и искать игроков. То есть, потому что у нас есть хорошие ребята, значит, которых мы в этой ситуации, как бы, подобрали, дали возможность им не потеряться, чтобы они не закончились хоккеем, а продолжали играть. Если они будут лениваться и играть, то на них могут обратить внимание и, конечно же, пригласить. Опять же, здесь уже, как бы, выбор либо на учебу, либо на профессиональный спорт. Но я думаю, в наших слоях есть такая возможность совмещать. Тем более, как бы, если человек занимается хоккеем, это, скажем так, очень важно, он играет, выступает за город, за область, то этому человеку в учебе можно какие-то поблажки предоставлять. Даже такой есть, да? Да, да, ну, конечно же, ну, и при поступлении, так же мы же, как бы, просим вот за этих ребят, там, в этом году поступали ребятам, мы за них просили, вот эти, вот эти ребят, помогите, чтобы они поступили. Как бы, создавали условия, там, по льготному. Ну, то есть, это мы переходим, такой, к американской модели обучения, да, где можно получить путевку в университет, да, за счет своих спортивных достижений. Ну, может быть и так, а может быть мы возвращаемся к советской системе. Возможно. Может быть, это и лучше даже. Как говорится, все хорошо, что забытое. Согласен. Часто бывает. А расскажите, как проходят тренировки, сколько раз в неделю? Тренировка проходит две раза в неделю, два раза в неделю проходят тренировки, плюс одна тренировка, это так называемая сухая в зале, со следующей недели мы это усиливаем, значит, и две игры. То есть, получается, 4-5 раз в неделю проходят тренировки. А, ну, то есть, двухсторонки, правильно? Ну, а сейчас у нас же мы участвуем также в ночной хоккейной лиге, вот, так же мы участвуем для того, чтобы была игровая практика. Также вот в первенстве города мы сейчас участвуем, то есть, там, конечно, в нашей группе не очень большое количество участников, но главное, чтобы была игровая практика. Наша сейчас, как говорится, задача, самая первая, это мы должны победить во втором туре первенства России. Чтобы пройти дальше? Ну, мы, как бы, теоретически должны пройти, даже если мы займем второе место, но негоже на своей родной земле не выиграть. Мы должны выиграть. Так, если вы проходите, расскажите о системе турнира, что дальше, финал, какой приз? Значит, если мы проходим, а мы пройдем, мы никуда не денемся, мы, значит, проходим, две команды из нашей группы, подгруппы, играют с двумя командами из другой подгруппы нашей группы. Это регион-центр. Значит, из этих команд, две команды играют в финале. В финале будут участвовать из девяти, из девяти групп России будут участвовать 18 команд. 18 или, ну, там, я точно сейчас регламент не могу сказать, потому что он может чуть-чуть поменяться, но вот, ну, примерно вот такая позиция. Мы будем играть в финале уже, как бы, за... Так, а победитель переходит в категорию магистров, правильно? Ну, нет, для того, чтобы перейти в категорию магистров, во-первых, должен быть уровень команды, очень высокий, сформирован, то есть селекция должна быть четкая, в этом плане прослеживаться. Ну, и, соответственно, должно быть финансирование, хорошее финансирование, потому что это, значит, туры, выездные туры, это практически раз в две недели серьезные выездные туры. Ну, вот, тут финансирование должно быть, прежде всего. А есть ли перспективы строительства именно катка в ГТУ? Да, есть такая перспектива. Больше ничего не могу озвучить. То есть, нужно ждать? Да. Расскажите, что делают хоккеисты после того, как отучатся, да, студенческой лиги? Продолжать свою карьеру, может быть, в ночной хоккейной лиге? Да, конечно. Значит, у нас также в планах создание команды, которая не проходит в рамках бакалавра и магистра, создание команды в ГТУ, которая будет именно уже, назовем, да, из ветеранов, которая будет продолжать свои занятия любимые уже в категории ночной хоккейной лиги. Это возраст, ну, скажем так, больше старше 27. А вот еще снова спрашивают, какое содействие оказывает университет? Содействие в чем? Ну, в целом, финансируемый. Ну, значит, обеспечивает тренировочный процесс, значит, лед, тренер, значит, залы, спортзалы, выезды, это же все... Все на университете? Конечно, да, да, да. Я тренер, расскажите, кто команду тренирует? Тренирует команду Казицын Андрей Юрьевич. Значит, сам он выпускник школы, КХЛовской школы торпедов Усть-Каменогорск. Значит, у нас сыграл он в Буране. В настоящее время он тренирует команду, студенческую команду. Ну, то есть достаточно профессионально. Да, да, да. Да, и хотелось бы вот еще раз анонсу предстоящего второго тура, студенческой хоккейной лиги, позовем в Воронежце. Да, второй тур состоится 22, 23, 24 февраля в городе Воронеже. Значит, арена, какая будет арена, это мы сообщим дополнительно, либо это юбилейно будет, либо арена Север. Значит, ну так как руководитель в ГТУ планирует пригласить и принять участие в болезни за свою команду, за нашу команду всех студентов и всех заинтересованных лиц, а это может быть очень большое количество, нам поэтому, возможно, потребуется участие в юбилейном. Но мы будем просить руководства города, чтобы нам предоставили такую возможность именно привести тур именно в юбилейном, потому что в планах как бы большое количество болельщиков, именно на наши игры. Спасибо большое. Был прямой эфир, блокнот Воронеж. Нашими гостями сегодня стали Кирилл Мартынов, ведущий игрок команды ВГТУ «Дикие медведи» и президент Воронежской студенческой лиги «Черноземья» Игорь Кривоносов. Спасибо большое.